Медики рекомендуют всем по возможности оставаться дома и не посещать места массового скопления людей. По словам специалистов, многое сейчас зависит от самих горожан. И чем серьезнее все отнесутся к профилактике, тем быстрее удастся остановить инфекцию и вернуться к обычному образу жизни. С одной стороны паника, с другой равнодушие. В первые дни распространения коронавируса все больше боялись остаться без продуктов, чем заразиться. Несколько дней в магазинах был ажиотаж и столпотворение. Покупатели выходили с целыми коробками круп и консервов. В интернете появились фотографии пустых полок. Некоторые горожане запаниковали. Как оказалось, зря. Сейчас у нас увеличенные поставки. Например, у нас за сутки приходило 5 машин. Сейчас 14. Некоторых круп, например, гречки, действительно не хватало в первые дни ажиотажа. Сейчас покупатели понимают. Запасать тонны продуктов нет никакого смысла. А зачем? Сказали, не надо ничего. Все есть. И действительно, все есть. Врачи предупреждают. В первую очередь заботиться нужно не о продуктах, а о собственной безопасности. Поменьше бывает в многолюдных местах. Не стоять близко друг к другу в очередях. Расплачиваться безналичным способом. А еще носить перчатки и маску. Надо так сделать, чтобы маска очень плотно прилегала к вашему, но закрывала подбородок и ниже. И снимать маску. Смотрите. Когда вы вернулись домой, вам нужно снять маску. Ее касаться не нужно. Ее нужно снять вот так и выкинуть. Страх перед коронавирусом приобретает и необычные формы. Например, начали продаваться вот такие украшенные маски. Но нужно помнить, что это не аксессуар, если вы не готовы стирать маску каждые два часа. Лучше использовать одноразовую. Не нашли в аптеке, сделайте самостоятельно. Многие учились этому на уроках труда. Да и в интернете сейчас сотни мастер-классов. После первого же использования вату необходимо извлечь и выбросить. О том, что у коронавируса страшное лицо, и под маской его не спрячешь, каждый день рассказывают в новостях со всего мира. В России по требованию Роспотребнадзора на карантин стали отправлять всех, кто с начала весны вернулся из-за границы. В Твери администрация районов города лично связываются со всеми, кто должен соблюдать режим самоизоляции, и просят ответственно относиться к требованиям санитарных врачей. Просим граждан отнестись с пониманием к этому, так как это безопасность не только их самих, их семей, но и окружающих. Памяти и брошюры с четким указанием, как действовать при возникновении любых признаков заражения, распространяют по всему городу. Всю подробную информацию нужно получить в администрации своего района. Сейчас важно обезопасить не только себя, но и окружающих, особенно людей пожилых и с ослабленным иммунитетом, а они в зоне риска. Для более эффективной профилактики тверичан, прибывших из-за границы в марте, просят сообщить о состоянии своего здоровья по телефону горячей линии. Опрос не займет более пяти минут, поможет в проведении профилактических мероприятий. Огромная просьба откликнуться на наш призыв, потому что это важно для всех наших горожан. Вирусу, чтобы жить, нужны люди. Чем быстрее жители разных регионов перекроют для него возможность распространиться от одного человека к другому, тем быстрее они смогут вернуться к привычному образу жизни, не подвергая себя и своих близких опасности.